МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно прогнозам, потребность российской экономики в IT-специалистах будет только расти. С каким багажом подошел к новому учебному году один из флагманских в стране вузов по подготовке соответствующих кадров? Качество абитуриентов не подкачало? Насколько мы продвинулись в области искусственного интеллекта и кибербезопасности? Что делать, чтобы обеспечить технологический суверенитет в условиях санкций? Поговорим об этом с президентом РТУ МИРА Александром Сиговым. Александр Сергеевич, говорят, что в этом году абитуриенты, которые особый интерес к МИРА проявили. Это так? Мы считаем, что это так, да. Мы выходим в десятку лучших вузов страны сегодня по динамике своего развития и достигнутым на сегодняшний результатом. Именно поэтому, поскольку сейчас такой абитуриент пошел умный и активный, ребята очень четко отслеживают в интернете всю информацию о тех вузах, куда они хотят поступать. Конкурс возрос, в особенности резко он возрос на всякого рода специальности, связанные с информационными технологиями, компьютерной безопасностью и так далее. Создается ощущение, что количество бюджетных мест в технических вузах растет. А вот что скажете о качестве, что называется, студенческого материала? В среднем по стране количество мест увеличивается. Но есть такая тенденция, по которой столичные вузы гораздо меньше получают увеличение мест приема бюджетного, чем вузы региональные. Можно сказать так, что средний уровень за последние годы понемногу растет. И что особенно, например, в этом году нас порадовало, было много людей, у которых был балл ЕГЭ 270 и выше. Это как это так? Это получается 90 и выше по каждому из трех предметов. И, ну, конечно, это говорит о качестве. Например, в этом году у нас набор был на бюджетные места больше 4 тысяч человек и на внебюджетные тоже самое больше 4 тысяч человек. То есть в среднем больше 8 тысяч мы приняли. Конечно, ну, не все имеют одинаковое качество, далеко не все. Но и, увы, к сожалению, каждый год мы потом зимой, следующим летом сталкиваемся с тем, что приходится и расставаться со многими из поступивших. Это высокий процент или, что называется, погрешность какая-то существует? Ну, достаточно высокий, около 10 процентов. Это все-таки прилично. Это уже не в пределах малых поправок количества. Если посчитать, например, там 8 тысяч и 10 процентов, это уже 800 человек условно. Ну, а каким-то образом пытаетесь эту проблему решить, снизить этот процент? Безусловно, пытаемся. Боретесь за первокурсников? Боремся за каждого человека. Ну, в частности, мы ввели систему так называемых пропедевтических курсов. Математики, физики. Тем ребятам, кому недостаточно знаний по вот этим базовым предметам, мы рекомендуем, настоятельно рекомендуем посещать эти вот дополнительные занятия. Они абсолютно бесплатны для всех. И это несколько повышает качество. А скажите, а вот человек, который поступает в МИРА, он прежде всего должен обладать знаниями в каких науках? Ну, понятно, что в точных, скорее всего. Да, конечно, в точных. Ну, прежде всего, это математика. Во многих случаях это физика. В меньшем количестве случаев это химия. У нас есть тоже целый ряд специальностей, при которых обязательно химия. Это основа информатики. Желательно, например, на факультет информационных технологий в этом году у нас поступило 1800 человек. Это много, да? Это много, это много, да. Это чуть меньше четверти общего приема. Кроме того, у нас есть институт искусственного интеллекта. Это тоже информационные технологии. В других институтах тоже есть доля специальностей, там, компьютерной безопасности и так далее, связанные с информационными технологиями. Поэтому в целом, наверное, около половины набора, а может быть, даже и больше, если глубоко всмотреться, это как раз информационные технологии. Знаете, иногда создается впечатление у обывателя, да, у человека не слишком глубоко погруженного в тему, что вот эти вот IT-специалисты, это просто, ну, люди, парни, девушки, которые отлично общаются с компьютером, им больше и знать ничего не надо. То есть вот основа программирования усек, что называется, и все, и вперед. Нет, ну, конечно, это не так. Нужно хорошо знать материальную базу, нужно хорошо владеть основами программирования, и дальше пойдет работа уже глубоко специальная. Либо разработка, например, там, системы автоматизированного проектирования, в том числе и самой выселительной техники. Либо это должны быть люди, которые хорошо знакомы с кодированием, например, с... Так называемые кодеры. Да, кодеры, так называемые кодеры, которые должны разрабатывать инициативные алгоритмы на основе даваемой им информации. Ну, вот, кстати, о программах, о программном обеспечении. Сейчас, насколько я понимаю, в том числе и в вузах, в образовательной среде такой бум спроса на отечественное программное обеспечение. Как в мира с этим обстоят дела? Я так понимаю, что вы не только юзеры, вы еще и изготовители. Мы активные пользователи всего существующего, мы разработчики в ряде случаев, и тут соединяется процесс обучения, подготовки и процесс такой творческий создания всяких новых классов программного обеспечения. У нас сейчас не одна, не две, а несколько лабораторий, кафедр, в которых ведется подготовка специалистов по разработке уже отечественного программного обеспечения. Кроме того, мы имеем большую базу зарубежных программ до сих пор, и это есть возможность работать сегодня, потому что, как во многих случаях, приходится использовать до сих пор это обеспечение. И на основе этого разрабатывать свое, потому что как раз сейчас логично совместить существующие базы, созданные за рубежом, и наши новые разработки с тем, чтобы существенно упростить для конструкторов работу уже в рамках такого интегрированного софта. С кем глубоко сотрудничаете в плане трудоустройства, в том числе выпускников, в плане пристраивания продуктов? С одной стороны, мы используем давно развиваемую у нас систему, которую мы называем ВУЗ-базовое предприятие. Это базовые предприятия, тоже в широком смысле слова, это научно-исследовательские институты, институты Академии наук, предприятия высокотехнологичные, входящие в состав Ростеха, концерн Алмаз, Антей, других больших объединений. И отдельные компании, даже можно встретить среди них и частные компании. Коммерческие. Коммерческие, да. Вот в таком единстве мы видим очень удобные условия для интеграции студентов уже в производственный процесс или в научно-исследовательский процесс, в то время, когда они еще являются студентами ВУЗа. И таким студентам гораздо проще сразу перейти в фазу специалистов, особенно если они переходят на работу на то предприятие, где они проходили практику и проходили производственное обучение и так далее. А недавно кто-то вот из ваших коллег из мира как раз предупреждал об опасности использования VPN-программ. Вот. Сейчас же это модная такая фишка. Значит, то, что запрещено, оно вот вроде и как не совсем запрещено. С помощью VPN-то, пожалуйста. Войти через VPN? Да. Да, конечно. Так а в чем опасность-то? Ну, в том, что ты фактически отдаешь себя во власть тех людей, кто захочет этим воспользоваться, и он может полностью-полностью овладеть содержимым твоего компьютера и так далее. Но опасность, конечно, не только в VPN-программах. Таких вещей существует очень много. Это одна из серьезных проблем, которую пытаются решать наши кафедры, связанные с безопасностью. Всегда, когда на Западе вспоминают про так называемых русских хакеров, вот, пытаются они нарисовать некий такой общий образ. А мы-то понимаем, что, наверное, вот в тех самых флагманских вузах, которых несколько есть, как минимум, у нас в стране, наверное, этих хакеров и готовили. Технологический университет не исключение, я так полагаю. Конечно, это не исключение. Но, как правило, это не идет путем специальной целевой подготовки хакера. Хакер рождается, исходя из тех компетенций и тех знаний, которые он получает. Конечно, когда человек стремится стать хакером, то он, наверное, делает специальный уклон вот в область тех вопросов программного обеспечения, алгоритмических всяких проблем, которые помогут ему в дальнейшем именно в этой деятельности. И среди наших выпускников есть такие успешные хакеры. Ну, и антихакеры, я так понимаю. Да, и, конечно, и антихакеры тоже. И разведка, и контрразведка. И это всегда две стороны одного процесса. Скажите, а вот с точки зрения киберспорта, программирования, кодирования, какие успехи у ваших студентов? Ну, например, вот там в апреле 22-го года было большое соревнование, хорошие результаты были у целого ряда индивидуальных наших участников и команд. Ну, действительно, там отмечены дипломами, наградами, всякого рода призами. Был тоже очень представительный чемпионат стран Шанхайского соглашения. Там тоже мы выступили на самом высоком уровне, там заняли первые места. Да, примерно меньше года назад у нас зародились очень тесные контакты с белорусскими студентами близкого направления. И вот там тоже проводились соревнования. Ну, в общем-то, можно сказать, победила дружба. И те, и другие очень хорошо выступили. Были интересные соревнования, приурекшие тоже довольно много участников. И мы надеемся их продолжать и дальше тоже. Скажите, Александр Сергеевич, ну, вот мы понимаем, что так или иначе у нас есть определенный запас. То есть, там, и процессоров, не знаю, там, и прочего железа. Элементные базы. Какой-то запас есть, но он же не бесконечен. Нужно нам обеспечивать себе, если не стопроцентный, то хотя бы частичный технологический суверенитет. Конечно. Силами мира мы можем это сделать? Силами только мира вряд ли можем, но внести значительный вклад в этот процесс, конечно, мы можем. И мы уже давно ориентированы на это. То есть, наш лозунг сегодня – это импортонезависимость. Это очень непросто сделать. И в значительной степени в силу того, что между исследовательскими разработками и промышленностью существует, к сожалению, глубокая пропасть сегодня. Вот эту пропасть нужно как-то преодолеть. Если нужно создать свою промышленность, средств производства, то дальше эти средства производства заработают. И с помощью этих средств производства будет создана и элементная база, и устройство, которое так необходимо сегодня и в информационной технике, и в технике связи, ну и так далее. Тут говорить нечего, в общем, везде в нашей жизни. Но это долгий путь. По сути-то с нуля, получается, надо будет создавать. Или не совсем с нуля? Не совсем с нуля, конечно. Есть даже разработки, которые являются передовыми по отношению к мировому уровню. Но их мало, и они не получили промышленного внедрения. Вот что самое главное. А что, кстати говоря, с точки зрения разработок у вас, как у президента ВУЗа, вызывает особую гордость? Есть целый ряд прорывов в химии, в развитии производства новых лекарственных средств и препаратов, в биотехнологиях. Есть интересные результаты даже, можно сказать, в нанотехнологиях. Например, довольно давно уже разработаны системы памяти, ячейки памяти на основе активных диэлектриков, сигнетаэлектриков. Мы надеемся, что, может быть, в ближайшее время и Роскосмос, и Росатом, может быть, обратят на это внимание, такие тенденции есть сейчас. Это будут целиком отечественные разработки и обладающие целым рядом качеств, которые необходимы вот этим ведомствам, Росатому, Роскосмосу, ну и многим другим. Много сделано в области радиофотоники, передача сигнала по радиоканалу и обработка оптическими методами, которые существенно повышают скорость и так далее, и так далее. Эти же разработки могут оказаться полезными в области техники связи новых поколений 5G и так далее. Ну, мы же сразу 6G хотим. Ну, хотим проткнуть пространство и оказаться в передовиках, но это тоже не так просто. Тут нужно очень-очень много сделать и в развитии средств измерения, потому что это выход в высокие частоты, а измерительной техники для высоких частот практически нет у нас в стране. Ну, и непосредственно производство. И, в общем, ну, тем не менее, мы уверены, что здесь мы тоже не ударим в грязь лицом. А с точки зрения оборудования, ну, понятно, что исследователь – это пытливый ум, но должна быть еще и материальная база какая-то. Всего хватает? Исследователям… Я почему спрашиваю? Потому что это же тоже все не совсем нашего производства-то было. Ну, и так, и иначе. В Троицке, тут у нас совсем близко к Москве, существует такая компания, которая выпускала лазеры отнюдь не хуже, чем лучшие лазеры мировых производителей. Есть компания, которая работает в области электроники. Микран-компания, это не наша, эта компания находится в Томске, но тоже их продукция вполне конкурентоспособна. И вот все это нужно интегрировать, делать, ну, и тогда мы пойдем вперед. Но для этого, конечно, нужны средства. Вот непосредственно университет вкладывает очень большие средства, ну, сравнительно большие, это сотни миллионов, в развитие… Рублей. Рублей, да, рублей. Ну, а вдруг? В развитие вот такого рода направлений. Ну, и это тоже даст свои плоды, я думаю, в самое ближайшее время. Ну, вот мы находимся в помещении, здесь на стенах, таким крупным шрифтом обозначено направление работы, да, там, вот телекоммуникация, роботизация, машинное обучение, там, искусственный интеллект. Вот как далеко продвинулись в мира по части изучения и, так сказать, укращения искусственного интеллекта? Есть целый институт искусственного интеллекта, есть кафедры соответствующие, есть люди, специалисты высокого уровня, которые работают со специалистами Академии наук в этом плане. И мы уже больше года ведем даже специальные семинары в области искусственного интеллекта. Создали некий клуб, интересующийся искусственным интеллектом, и люди, члены этого клуба, по сути, еще часть из них занимается дополнительным образованием других членов с тем, чтобы поднять уровень вот этих разработок. Это все, что угодно, там, и всякие, там, нейроморфные системы, и, ну, и вообще все, что относится к области искусственного интеллекта, здесь имеет место. Ну, это какие отрасли? Медицина, медицина, биотехнологии, да, можно сказать, все, робототехника, машиностроение, авиация, космос. Сейчас завязываем тесные отношения с предприятиями Росатома тоже в этом направлении, в общем. В последнее время правительство принимает ряд мер по поддержке как раз IT-специалистов. Да, вот сказано было о льготной ипотеке. И подхватили люди эту мысль, говорят, может быть, не только специалистов, но и преподавателей IT, вот, включить бы в эти меры поддержки. Вы как к этой идее относитесь? Безусловно, положительно. И у нас тоже были люди, кто вот занимался именно этими вопросами и давали свои предложения и так далее. Но, к сожалению, пока вот таких мер широкой социальной поддержки преподавателей IT не реализованы. Но внутри ВУЗа меры вот такой нашей локальной поддержки созданы. Там молодежь получает увеличенные зарплаты. Есть целая такая серьезная большая шкала разработана здесь, там, в зависимости от возраста, от твоих успехов, эффективности. Ты получаешь все больше и больше денег. Ну, и, в общем, молодежь с удовольствием вступает вот на этот путь. Ну, мы знаем, что у нас, собственно говоря, дефицит IT-специалистов по стране, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона. Ну, тут должны быть приняты самые серьезные меры по расширению подготовки. Но эти меры, прежде всего, включают увеличение числа бюджетных мест в ВУЗах, например. Ну, а это тоже не так просто. В общем, требует большого финансирования и прочее, и прочее. Поэтому сейчас пока, мне кажется, нужно рассчитывать прежде всего на инициативу организаций. И раскрытие возможностей организаций. Вот на первое время можно двигаться только этим путем. Пока государство не нашло возможностей резко поднять финансирование этого направления. Александр Сергеевич, спасибо вам большое за разговор. Спасибо вам за внимание к теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова